Всем привет! С вами снова интернет-магазин Nplife.com.ua Сегодня хочу поговорить о интересной модели как вы можете понять из внешнего вида закос под нод 2, нод 3 или нод 1 модель называется Mi Z5 Работает данный смартфон на процессоре MTK6589 имеет HD-экран гигабайт оперативки 8 гиг встроенных достойный вариант с хорошим комплектом аналог THLW7S аналог ZOPO950 а поэтому достойный вариант, давайте смотреть поставляется модель вот в такой вот коробке вот здесь вот есть такой логотип Mi Z5 всех технические характеристики данной модели и давайте рассмотрим комплект во-первых, смартфон поставляется с хорошей пленкой на экране сразу же она есть вот такого формата я ее снял она с различными надписями и тому подобное мне она неинтересна с ней неинтересно смотреть на экран вот пакетики все дела вот эти вот вот такой вот интересный чехол книжка сделанный типа как бы под кожу но это как вы наверное понимаете это дермантин она одевается вместо задней крышки то есть тут все покрыто тоже пленочкой ну вот такая вот крышка надпись Google значит USB кабель само собой зарядка зарядка 1 амперная значит наушники два аккумулятора аккумулятора емкость 2500 это реальная емкость дальше покажу тесты батареек ну и само собой вот оригинальная пленка которую можно клеить на наш смартфон сама модель имеет очень интересный корпус здесь все выполнено хорошо добротно спереди идет две сенсорных кнопки назад меню их не видно видно только механическую спереди сверху у нас освещение датчик приближенности фронтальная камера и динамик с этого бока у нас качелька громкости тут кнопка включения выключения сверху разъем под наушники снизу микрофон и usb сзади крышка у нас глянцевая отпечатки пальцев немножко видно 12 мегапиксельная камера с вспышкой с автофокусом само собой тоже надпись с android под крышкой смартфон имеет вот такой вот вид у нас две стандартных больших сим-карты аккумулятор на 2500 мАч и слот под микро SD карточку сразу же хочу сказать по поводу корпуса все собрано классно мне все нравится однако вот снизу данной модели когда держишь ну иногда бывает что эта крышечка плохо закрыта и вот иногда издает такой звук непонятный то есть как будто немножко подлювчивает но в принципе это не так существенно это уже можно сказать придирки что же из себя представляет данная модель смартфона это большой смартфон 5,7 дюймов с разрешением HD с классным экраном с классной цветопередачей мне все очень нравится и давайте посмотрим технические характеристики данного устройства через программку Antutu так в третьей версии Antutu данная модель набирает 13333 значит что у нас есть тут из технических характеристик процессор MTK6589 максимальная частота его 1,2 ГГц разрешение экранов HD стандартный графический ускоритель значит оперативная память Geek собственный размер памяти здесь 8 Geek доступно примерно 5,5 вот эти 13 мегапиксельная камера 4,2 Android идем дальше количество точек прикосновения в данной модели 5 этого вполне достаточно это нормальный средний показатель и какие же датчики присутствуют в данной модели посмотрим через программу Z-Device Test значит здесь есть GPS Wi-Fi Bluetooth компас датчик приближения датчик освещенности отличная вспышка хорошая хорошие яркости так она довольно таки слепит если говорить о прошивке то здесь стандарт на 4,2 Android русского софта здесь предостаточно а точнее английский вообще отсутствует китайского тоже софта нету что интересного есть менюшки вот такие на рабочих столах можно вызывать нижнее меню где можно выбирать приложения самые разнообразные которые у нас установлены можно выбирать виджеты самые разнообразные можно выбирать ярлыки и можно подбирать обои к нашему смартфону по скорости работы прошивки мне он нравится то есть все довольно таки быстро хорошо слаженно работает в настройках ничего такого особенного здесь нет кроме того как они представлены то есть представлены они в необычном формате вот таком вот виде все самое основное это экран батарейка память местоположение сброс на заводские настройки вайфай блютуз тому подобное еще есть в данной модели вот такая вот кнопка она присутствует на всех абсолютно приложениях программах фильмах то есть поверх всего в играх что она делает она работает как меню быстрого запуска вот это меню то есть можно сразу же выбрать и на выбор можно добавлять то есть допустим галерею мы можем добавить довольно таки удобно верхнее меню у нас стандартное двумя пальцами так выдвигается одним вот так вот то есть здесь все стандартно все хорошо экран экран у нас здесь как я уже говорил 5.7 дюймов разрешение 1280 на 720 сочность яркость картинок мне нравится углы обзора конечно же не максимальные не того уровня как у OGS экранов как у самых-самых последних аппаратов немножко выцветает цвет немножко уходит негатив но в принципе смартфоном можно довольно-таки хорошо и комфортно пользоваться а это главное экран мне нравится он четкий довольно-таки яркий меня в экране все устраивает но немножко есть такие моменты когда экран уходит негатив картинку с оттенками можно также посмотреть продемонстрирую вам то есть видно что немножко сливаются вот эти все оттенки ну да ничего экран ну я считаю что довольно-таки хороший экран комфортно можно пользоваться комфортно смотреть фильмы по поводу фильмов данная модель без проблем запускает как формат видео 720p кстати говоря довольно-таки громкая модель вот сейчас максимальный уровень звука я считаю что этого предостаточно также модель с легкостью работает с файлами формата Full HD без дополнительных конвертировок без дополнительных установок там каких-то проигрывателей особенных все запускается без проблем если же говорить о производительности данного смартфона то в этой модели опять же мне все нравится такие игры как Dead Tracker запускаются без проблем Real Racing на максимальных настройках идет отлично Asphalt 8 я запускал на максимальных глючит тупит запускается он нормально на низких настройках сейчас буду вам это демонстрировать almost there almost there what do we have удастся на максимум на максимум на максимум Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По поводу камеры... Камера у данной модели мне очень понравилась... Я обязательно сниму, выложу видео и фото в описании... Значит, основная характеристика здесь 13 Мп, 12 Мп идет у основной камеры... Видео снимает данный аппарат в формате Full HD... Фронтальная камера у нас такого довольно-таки средненького уровня... То есть, не соответствует она тем характеристикам, допустим, которые показывает задняя камера... Примеры фото я вам покажу... То есть, вот буквально макросъемка, без вспышки, отличная четкость изображения... Мне очень нравится фото... Вот в полной темноте я фотографировал экран смартфона... Тоже все четко, хорошо... Тоже мне нравится... Я обязательно сделаю фотографии на улице с нормальным освещением... И вы сможете это увидеть... Что ж, можно подводить итог... Модель MIS Z5 довольно-таки интересный аппарат... Является аналогом и конкурентом для таких моделей, как THL W7S... Для ZOP 950+, какие у нее есть достоинства... Мне очень нравится экран... Мне нравится цветопередача, как этот экран выглядит... Как выглядит вообще смартфон... Хоть это и копия... Можно сказать, что это копия на Note 2, на Note 3... Сейчас вот... Ну, на большие вот эти вот смартфоны в стиле Samsung... Но мне дизайн нравится... То есть, вот эти вот все кнопочки... Они сделаны добротно... Механическая кнопка такая очень... Интересная... Именно нажимается очень хорошо... Мне понравилась задняя камера... Мне понравилось, как работает GPS в данной модели... Мне не понравилась фронтальная камера... Устраивает меня время работы от аккумулятора... Мне это нравится... По корпусу... Я говорил, что вот здесь снизу иногда... Так, немножко подлюфтывает данный корпус... И иногда вот такие вот происходят... Ну, это такие... Это мелочи абсолютно... Главное, что смартфон выполняет все свои функции... Тачскрин очень отзывчивый... То есть, когда экран покрывается, скажем так... Маленьким слоем жира от пальцев... То вообще все летает... Все без проблем... Великолепно... Мне очень нравится... Еще хочу сказать, что данная модель стоит несколько дороже... Чем тот же THL W7S... И несколько дешевле, чем тот же ZOPO 950+. С хорошим поставляется с комплектом... Поэтому на этом все... Если понравилась и модель, и обзор... Ставьте лайк и подписывайтесь на канал... Спасибо за внимание... Всего доброго вам! Субтитры сделал DimaTorzok